Медиагруппа «Авангард» представляет «Секьюрити Дата Лейк» И сегодня будет доклад тоже от нашей компании Связаный с сервисами С использованием процессов реагирования на инциденты как сервис Нам важно услышать обратную связь Чтобы нам сказали, это ли нужно Например, рынку, заказчикам или нет Или немножко у них другие ожидания Когда мы начали этим заниматься, это был вообще космос Люди говорили, что сок нет, не у нас никогда Нам это не нужно За последние пять лет, как раз с началом первого форума Изменилось именно отношение к этой теме То есть все поняли Теперь уже никто не рассуждает, нужен сок или не нужен сок Никто, наверное, уже не задает банальных вопросов Сок это Сием или Сием это не сок Сейчас люди уже говорят и делятся практикой Все поняли, что это нужно делать Все в это вкладывают, наверное, различные понятия Но тем не менее, направление, проблематика, она у всех одна Все реализуют ее по-разному, эти задачи Но тем не менее, все в это двигаются Это, ну, вот за последние пять лет основной, наверное, все поняли Что это нужно делать И не только, как бы, заказчики, не только рынок понял, да Но и в том числе регуляторы Тоже немаловажно, что за последнее время у нас появилось Это требования регуляторов То есть появился 187 ФЗ, появилась НКЦКИ Появилась, соответственно, появилась ГОССОПКа И это тоже те задачи, которые сейчас тоже актуальны И это тоже один из драйверов, который позволяет развивать там тему соков Основной сейчас вектор развития соков Это переход с мониторинга, да, то, с чем это начиналось На реагирование То есть как на превентивное реагирование, так и на автоматическое реагирование Когда мы выявили какую-то угрозу Вот, и через какое-то, наверное, светлое будущее Да, действительно, там у соков число, как бы У соков все больше и больше будет появляться автоматизация Все больше и больше они будут переходить именно люди в сторону аналитики Ну и развиваться там, где можно автоматизировать, нужно автоматизировать Людей из цепочек нужно убирать Люди будут заниматься творчеством То есть они будут заниматься аналитикой Они будут думать над тем, что может еще появиться И, соответственно, настраивать автоматы для того, чтобы они это отрабатывали 187 ФЗ, на наш взгляд, пока помог, наверное, осознать то, что мы не защищены То, что есть эта проблема, в первую очередь То есть пока отрасль, пока рынок находится на той стадии Когда от отрицания проблемы к стадии ее сознания, к стадии принятия И уже к стадии решения, да, то есть два года назад В основном все наши заказчики говорили, что такое Ки Мы не знаем, что такое, мы не Ки Да и зачем нам надо, мы напишем одну бумажку И как бы и с этим все вопросы решим Сейчас, собственно, благодаря в том числе регуляторам, да, их открытой позиции Они рассказывают, они доносят основные требования, основные пожелания Отношение людей к этому меняется Все более как бы просветительская работа дает все-таки свои плоды И понимание есть, и есть уже движение в сторону выполнения этих требований То есть уже многие компании провели у себя категорирование Уже приступают непосредственно к реализации защиты значимых объектов Киев И вот через какое-то время, когда эта защита действительно будет реализована Тогда мы почувствуем себя более защищенными Есть, собственно, компании, у которых уровень зрелости с точки зрения информационной безопасности Высок по тем либо иным причинам То есть, например, благодаря отрасли, в которой они занимаются Благодаря тому, что там у них ранее происходили действительно какие-то инциденты Со значимыми последствиями А есть компании, даже и коммерческие, ну и там государственные Для которых этого осознания еще не наступило И они находятся еще на низком уровне Когда мы приходим и рассказываем, предлагаем наши сервисы Рассказываем про угрозы, рассказываем про то, что случается Рассказываем, как с этим бороться Может звучать вопрос, а у нас это было А раз не было, то зачем нам сейчас платить деньги Рано или поздно все к этому придут Кто-то придет осознанно, кто-то придет только тогда, когда произойдет действительно какой-то неприятный инцидент С точки зрения заказчика, с точки зрения бизнеса Это требования, которые необходимо выполнять Разумеется, любая разумная компания стремится оптимизировать выполнение этих требований С точки зрения изменения законодательства Да, были уточнения со стороны регуляторов Здесь тоже надо отдать им должное Вышли, соответственно, дополнения к постановлению правительства Вышли ряд приказов со стороны ФСБ Которые как раз развивают нормативную базу 187 ФСБ И дают ответы на те вопросы, которые были непонятны, когда этот закон только вышел Этот процесс, скорее всего, будет развиваться Мы надеемся И по мере выполнения этого требования, в том числе, нормативная база будет изменяться и улучшаться Наша компания помогла провести категорирование для нескольких крупных заказчиков Мы уже заканчиваем эту работу Где-то на стадии подачи документов, где-то на стадии внутреннего оформления Это первое направление, где мы получили опыт Второе направление – это то, что мы создаем сейчас Центр Госсопка на базе как раз нашего центра мониторинга И мы первыми в России прошли добровольную предварительную оценку на соответствие требованиям Это тоже был для нас неповторимый экспириенс, можно так сказать И третье направление, к чему мы сейчас стремимся Вернее, то, что мы сейчас закончили реализовывать Мы на базе нашей платформы управления инцидентами Реализовали интеграцию этой платформы с Госсопкой Для передачи инцидентов И сейчас формируем, собственно, портал Для наших заказчиков С помощью которого они и будут взаимодействовать с Инпенска и в рамках 187-го ухода Редактор субтитров А.Семкин